Я забыл, на чем мы закончили. Мы рассматривали коллективное возбуждение развития, так и этическое уравнение и различное возбуждение. А, вот это, кстати, вот тут надо будет вот такой штуки написать, потому что, чтобы сами дальше все делать, да? Я хочу продолжить эти коллективные возбуждения, рассматривать, так, по-первых, ну, вообще, в целом, именно в этом направлении двигаться. Значит, ну, мы написали этическое уравнение, значит, приключения простые, что поскольку возбуждений мало, так, рассматривать слабое возбужденное состояние или слабое возбуждение, или мало количества квазичистических возбуждений, так, то, значит, можно написать этическое уравнение, как и для газа частиц, так. Но тогда, когда мы его пишем, функция распределения у нас фигурирует, как функция распределения от энергии в возле частиц, которая является, вот, зависящей от состояния всех других частиц. Если состояние не однородное, так, не зависящие еще от времени, так, так сказать, меняется у нас что-то, так, то тогда оно появляется, то в этом это, в этой функции распределения все содержится. Вот этот факт и нужно учить, то, что галлютонианом в возле частиц является вот энергией частицы, в возле частицы, плюс вот эта добавка, связанная с действием всех других частиц. Вот это приводит к тому, что галлютонианом в возле частиц превращается в такое сложное интегральное уравнение. Обычная сложность кинетического уравнения, вот у вас там, ну, значит, кто там, учил в кинетическом уравнении, сложность связана с чем? С интегралом столкновений. Интегральная часть вот там как раз. И нужно эту часть хорошо учесть, все прочее. Но это тогда, когда, так сказать, то, что со столкновениями изучают. Там есть еще часть, которая связана здесь с действующими силами и прочее, тоже там интересные всякие. В общем, целая новая категория явлений переноса здесь, так? Но такой сложный характер уравнений, это, по крайней мере, в линейных явлениях переноса, это вот то, что там у вас сидит, в интеграции, в линейных явлениях переноса здесь же возникает дистанция. Здесь возникает так, D, вот это D, от добавки функции распределения, так, F, отход. То есть V, скорость частиц, D по D, F, так, а вот здесь возникает L, так, F, так, и минус, что у нас там возникает? Так, минус V, так, возникает V, D по D, так, и D по D, так, и D по D, так. Вот, вот, вот это, вот, вот это, Df по D' в цирке, а здесь, а DJ, вот это, influence V, И, значит, здесь еще интеграл столкновение, то есть интеграл столкновение какое-то, значит, F напишем, так вот так. На самом деле это все можно представить вот две вещи, так сказать, абсурдаты. Значит, это абсурдаты. Тогда, когда мы реализовали физическую волну, и считаем, что функция распределения, то это и плюс А в демона, то это и так, а плюс В до ответа. Так вот, в линейном приближении по этой функции распределения мы написали. Точно так же, как и нервные частики, у нас есть ε d, ну скажем, с ним будет ближе, то это εb. Так вот d, d, ε, b это вот это что? А через ε0 найдена вот эта скорость, которая здесь выявлена. Так вот, функция распределения можно записать вот так. d под f плюс v, d под d под f, так, а здесь будет d под f минус v, d, f по v, ε, ну вот равновесные функции распределения, так, по d, d, r, простите. Так, v под f, d под f минус, так что этого еще не будет, а здесь будет d, f по d, ε, сумма по p штрих, это вот от p, d ε, на p, 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 p. Вот что важно, что вот здесь вошла вот такая вот комбинация, значит, и вот интеграл столкновений, которые я пока не напишу, что внутри, то вот эта функция имеет смысл, вот эта равновесная функция распределить, потому что здесь у вас, значит, данные, это есть, скажем, веб-салон в 0, то есть с ума подкрытый, подкрытый, подкрытый. Вот. Сейчас, поднимем, у нас не здесь. А ну? А, да! Продолжение следует... 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 Сумма h4, dj, dj. Вот уравнение. Интеграмме уравнения для того, как мы это воспределяем. Это уравнение описывает в такое бестолкновительное приближение к возможности существования. Это возможность, связанная с возможностью существования отличной диагностики. Значит, во-первых, видно, что вот это ДНСФ пропорционально вот этому. При достаточно низких температурах, конечно, это просто дельтофункции, производные фирменские функции распределения. Ну, то есть импульсы фактически в теории лежат на поверхности фермера. Вот это трое будет лежать на поверхности фермера. Ну, и вот это ДНСФ тоже будет отлично. Ну, да, конечно, что-то в близи поверхности фермера, и это будет лежать на поверхности фермера. Для, значит, электронов жидкости, вернее, фермерской жидкости, складываться с изодробным квадратичным, с изодробным законом дисперсии. Ну, это просто ДНСФ, я буду выразумевывать на такой закон дисперсии, конечно. Тогда здесь будут модули P и P фермеры, конечно. И фактически эта функция будет зависеть только от обладных людей. Что вы с вами в прошлый раз учили? Написали, что вот эта функция, P, 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 T, зависит от обладных этими импульсами. И расположим ее в ряд, пожалуйста. Ну, я вот введу коэффициент единицы на G на плотность состояния. Где G плотность состояния? Вот при том, в квадратичном законе, который я вот здесь написал, плотность состояния – это ремка фермеры на P квадрат H. Вот такие функции я делал. И плотность состояния. Вот единицу на G, тогда вот здесь сумма пары от 0 до бесконечности. Видимо, коэффициент пары плюс единицы на G. А здесь я напишу альфа и альфа коэффициент. Вот я, наверное, это уже не вводил, я написал там какие-то альфа, вот так далее. Но это не принципиально. Я вот ввел коэффициенты вот такие. Таким образом, ввел вместо вот этой функции вот эти перецепты. Какие-то сумма у нас перевернулись с ним. Останется тогда P, L от косинуса, вот эти, вот эти, вот эти, не икусы. P и P квадрат. Косинус, давайте гамма, что-то я не буду, если сферическим углом. Гамма назовем. А здесь D, D, F, квадрат. Вот, а, это просто функция распределения. Функция взаимодействия. Вот она. Теперь, значит, косинус гамма. Косинус гамма через сферические углы задающие импульсы T и T штрих. Здесь, да. Здесь углы T и F, а здесь T штрих и Х штрих. Тогда они выражаются как косинус тетра, косинус тетра штрих. И вклют синус T это, да. Синус T это штрих. Так, что тут? Косинус, да, например, косинус, Феминус и штрих. Феминус и штрих, да. Что-то должно быть. Вот. Тогда, значит, по любому жанру. Вот это от Косинуса гамма. Значит, если я не ошибаюсь, там где-то мы вправо сейчас посмотрим. Нgunta полянулся. Покториал К плюс. Что можно сказать вот про запросполетенные модумы факториала, , как образование конциновемо. Через нд N detention V Так, у нас локация. Подставим это сюда и тогда мы получаем что вот d, b, 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 b. Здесь будет единица на g, сумма b и сумма b. А, вот здесь я сумму пары от минус r до r. Сумма пары и сумма пары, вот в тех пределах, которые тут от нуля бесконечности, здесь от минус r до r. Здесь будет коэффициент, который будет равен 2m плюс 1 r минус модуль гамма-катериал, так, давайте я его, как я привык, обозначу c или 1, пожалуйста. В общем, не важно какой-то численный кризис. Здесь будет кризис n, а r у меня так обозначен. А здесь будет так, pl от cos от f, это не задрагивается вот этим суммированием, по f штрих, e в степени i, m, fi, а вот вся остерная задрагивается суммированием по f штрих. Так, суммирование по f штрих будет содержать тогда. f, l, m от cos от f штрих, e в степени i, m, fi штрих, delta f штрих, все. Вот, суммирование по f штрих закажет вот это, вот это, вот это, вот это стало номер. Так, вот это, ну, поскольку вот эта с точностью домножителя, с формировочным множителем, это сферические функции просто, то это сферические моменты вот этой функции, то есть коэффициент для разложения вот этой функции по сферическим гармоникам. Это меня не волнует даже, как это назвать, там, то есть коэффициент для разложения по сферическим гармоникам, не важно. Вот я смотрю, что у меня возникли вот такие вот примочистления, возникла вот такая комбинация. Давайте я комбинацию назову просто i, pl, m. Она ни от чего больше не зависит, по всем углам, просто и гривен, и все здесь. Вычислили, так, это величина зависит только от аффициентов i и m, так. Так что, на самом деле, нам даже кажется всегда, что, действительно, мы можем перейти по уравнениям к ангибраической системе уравнений, бесконечные, правда, так, но вот для этих аффициентов i, действительно, умножаем вот это уравнение просто, все уравнение на вот такую же комбинацию, вот такой же, умножаем, интегрируем, что получается? То есть это такой же способ свести вот этой сложной энтеградной обмени к бесконечной системе уравнений. Тогда вот здесь будет i, pl, m, так. Ну, те вот коэффициенты я ставлю подначить со штрихом, а эти при штрихах. Тогда вот возникает уравнение. Минус сумма по kv. 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 Амир минус kv. 2, 0, 2, 7. Вот они там. А, вот еще единица на g, да? Ну, давайте, единица на g, вот здесь напишем так. Дальше будет стоять. Что? Так. А, дальше будет стоять сумма по e штрих, m штрих. Так. И будет стоять еще соответственно p, m штрих, m штрих. m штрих, 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 m Ну и, в общем-то, всё. Где цель, где цель, это вот здесь вот эта шкульца. В общем-то, всё. Вот это астрономно. Всё это можно записать вот так. Открыть n плюс, давайте напишем сумма по n' m' Я напишу вот какие-то ээффициенты гамма n' n' m' То есть, всё. А здесь и я вот это задаю записать. Вот это. Вот это здесь. n' m' Так вот здесь будет n' m' n' m' Вот у нас уравнение. Где вот эти камни, n' m' n' m' Это есть следующее. Это есть единица наша сумма по n' КВ. Омега минус КВ. А здесь дальше стоит Пл. КВ. Омега минус КВ. Омега минус КВ. Су. Вот и всё. Я здесь intelligence поставим целью. Сумма А, Сл сем штрих Дм штрих. Сл сем штрих Дм штрих А, В штрих. И гамма плачет. Где гамма то, что я написал. Вот такие коэффициенты. Ну что, бесконечная система линейных губовических уравнений. Одна, вот она. Отличное нуля решение, когда есть. Как все учили. Когда определитель, я равен могу всё. Можем описать определитель и сколько угодно на него смотреть. Смотреть, когда будут решения и так далее. Коэффициенты, вот определитель, это будут вот такие функции. Функции от Омега и К. От Омега и К. То есть равенство нулё в определителе, вот этой системы уравнений. Это будет некое уравнение относительно Омега и К. Оно даст нам то, что называется законом дисперсии вот этих углов. Так. Ну давайте посмотрим, что тут за углов. Первое, что мы можем посмотреть. На самом деле, у нас вот здесь вот скалярное произведение К. Мы можем выбрать систему координат. Так, чтобы вот при интегрировании вот по П. Вот это сумма по П. Сумма по П. Это у нас подразумевает как-то суммирование фасклину, которое даст нам двое. Дальше. Мы перейдем к интегрированию по импульсам. Это даст объем системы на 2H в кубе. Кубе и интеграл 2D в кубе. Вот. Вы задавали свой случай и все вот так вот. Интеграл 2D в кубе. Дальше. Удобно интегрировать сферических координат, как у нас вот здесь все углы. Так? Давайте мы так и напишем. Сферические координаты. Это будет 2B на 2P в кубе. А в кубе. Здесь будет интеграл от нуля до бесконечности по 2P. Интеграл от нуля до Пи по ДТ. Интеграл от нуля до 2Пи по ДТ. Так. И гаглянный переход. Пи по П квадратным синус ДТ. Так? Ну а дальше то, что мы интегрируем. Вот. Дальше то, что стоит у нас вот здесь, так сказать, под суммой. Вот. Что же состояние под суммой? Вот мы туда же едем. Так. Первое, что я хочу отметить. Выберем. Вот здесь стоит скандартное произведение. Как выбрать сферическую систему координат наше дело? Давайте выберем ее так, чтобы полярная ось сферической системы координат была направлена до вектора К. То есть то, что обычно вот, когда ось Z, когда переходит в скандартное систему координат, та ось, относительно которой измеряется узлы. То есть вот сферическая система координат X, X, Z. Обычно мы переходим координат в разницу с вектором. Так? Вот это тут вот, это. А вот это дугол по вороту, это фи. То есть это вот полярная ось. Так вот, за эту ось я имею в вектор К. Управление вектором К. Тогда вот здесь будет скандартное произведение. К. Как бы произведение модулей находится в углу между ними. Этот угол будет Т. А фи не будет никуда входить. Так? Так. Тогда первое, что интеграл по фи. Вот он. Интеграл от нуля до двух пи до фи. Он будет захватывать вот эти две экспоненты и даст просто ДМТ. И так, ДМТ, 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 ДМТ. То есть у нас, во-первых, колебания вот этих штук или ДМТ. С разными играми, ну, они, так сказать, будут независимыми. Потому что уравнения отправляются с разными играми. Отдельные уравнения, даже здесь у них получается. Точнее так сказать, отдельные бесконечные системы уравнения. Потому что интегр цель пробегает одно ряду бесконечности для любого. Но колебания с разными емами уже разделяются, уже таким образом квалифицированы. Ну и еще кое-что тут можно анализировать, я этого не буду делать. Я рассмотрю простейшую модель. Реально коэффициенты вот этих взаимодействий, вот эти, вот они у нас. Эти коэффициенты реально убывают. И я рассмотрю просто модель, такую вот не умную картинку, а модель возьмем. Возьмем модель, в которой только одна коэффициент отличный туннел. Анна, допустим, самый первый коэффициент отличный туннел, все остальные пустные. Потом можно добавить людей, посмотреть к чему они приходят. Но я вот на этой модели хочу показать, что волны действительно могут быть и что это за волны. Вот рассмотрим модель, когда только одно и равно 0. А все другие, то и, то, и, то, и, то, и, то, и, то, и равен 0. Вот такую модель я смотрю. Тогда вот отсюда останется только одно умное умное умное. Останется увольнение и моль ноль плюс сумма квадки шерих, н шерих. Так, а куда я делал, кстати? Минус. Вот у меня был вот здесь минус, я его куда-то делал, да? Значит, его, конечно, если я написал вот здесь плюс, то, по-видимому, нужно вот сюда переписать. Вот так что-то напишем. Так что вот здесь будет так, здесь тоже останется один коэффициент, только тогда а0, а0, так, c0, это будет равно 1, просто так что здесь останется а0, гамма 0,0, вот эта штука, и и0. Вот в этой модели от всего этого хозяйства останется только вот и и делится плюс 1 на гамма 0,0, на и 0,0, на 0, поскольку мы ищем ненулевые решения, то вот это и равно 0, отсюда следует, что делится плюс 1 на гамма 0,0, а вот здесь все равно уравнение на эти годы. Вычистаем гамма 0,0, гамма 0,0, вычистаем, отставляем, смотрим, что получится. Гамма 0,0, вот все полиномы у нас, и вот эти, что-то, сведутся к единице. П1, это P0,0, это 0,0, это единица, здесь тоже единица, все, теперь следует за единицу, останется единица на G, сумма по P, значит, минус D, F, 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 и все, и все. Значит, это единица на G, сумма, я думаю, уже заменили на 2P, 2P, H, F, 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 F Все, больше ничего нет. dfd это вот от dfd, который зависит от 0. То есть это даст просто... Вот это пусть с минусом. Вот это равно dfd минус энергии. Это d функция. От углов не зависит. Поэтому изыграл фон вклад, а так. А я заберу еще главную часть добавить сюда. dfd. 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 Если по-другому, то тоже легко перейти к интегралу Pd. Вот здесь ясно видно, что когда интеграл dε равно p на m, p на m, dp. Тогда мы можем написать так. Тогда мы можем написать так. Значит, что у нас там? 1, 2, 2, 2, 3, h. Давайте поставим m сюда. Тогда p на dp это будет dε. p на dp и на m это будет интеграл по dε. Интеграл по dε. Здесь будет минус dε по dε. Значит, останется кое-еще. И останется интеграл по d8 на суббетну от 0 до π. Интеграл по d8 на суббетну от 0 до π. И так, еще два пины. Ну, давайте вот сюда два пины пишем у дубного пины, которые мы вычислили. И здесь остается hb. 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 Вот. Вот что у нас осталось. Значит, ну, во-первых, hb это функция. hb. 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 … 拪жение dónde, да? … … ... … Заменяем обозначение этого. Так, это d cosθ, я написал вот что. dθ sin sinθ это d cosθ. Тогда d cosθ меняется от минус 1 в 1. Потому что dθ на sinθ это минус d cosθ. А на пределах негрихов, на нуле 1, а на 3 cos минус 1. Я их передвину, и тогда ушел минус. Т.е. cosθ это обозначить за x, а здесь стоит отбегал минус 1 и x, скажем, kv. А даже давайте я вот так напишу x, здесь я напишу омега деленная на kv1, так, минус x, минус x. Вот у нас какой-то балл. И все. Так, вот это что такое? Омега деленная на k, если мы получим все-таки волны, вот те, которые выписали в мозге, то это вообще такая будет фазовая скорость ом. Фазовая скорость ом. Давайте я вот это омега на kv1, ну так же если мы обозначим как s. Это фактически скорость, по отношению скорости гола к фермеристской скорости. Так, фермеристской скорости. Фермеристской скорости. Вот у нас вот эта штука, чтобы ее не таскать, обозначим ее за s. Фактически это скорость ом. Фазовая скорость ом. Так. Ну а дальше мы читаем интеграл. Интеграл в минус d1 dx dx x, s минус x. Это и есть. В результате минус 1 dx dx, минус 1, так, плюс s на s минус x. Правильно? На s минус x. Действительно, мы приводим к точке знаменателя и получаем то, что есть здесь. Это будет равно это будет равно 2 плюс минус 2, да? Минус 2. Так, а здесь будет минус 2, тогда минус логарифм. и минус s минус s логарифм. s минус 1 на s плюс 1, что-то, да? Так, так. Если мы поставим с ней, это будет минус логарифм, а дальше мы это оставляем просто. Вроде так. Сейчас я обозрю, как бы, чтобы осознать, где ошибиться. Я хочу вынести минус 2. Тогда с ней будет 1. Здесь будет плюс s пополам. Это логарифм. Так, мне появляется, что логарифм. Ой. Ну, давайте посмотрим. Сейчас s минус 1, но s плюс 1. Вот так. Знак вот этот, который я правильно написал. Сейчас. Если здесь. Так. Значит, что у нас получилось? Так, что вот здесь получилось следующее. Так. Единица на g. Так. Единица на g. Н. Н. Значит, что у меня будет. Н. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. единица плюс s по плану логарифм s минус единица на s плюс единица. Вот. Вот. Теперь я должен поставить сюда g. Так. g я написал тогда, когда я вводил безразмерный параметр, я разбогал функцию fp в штрих, я там ввел единицу на g, написал, что g равно g p ферми на pi квадрат h. На самом деле, я должен был бы на 50 безразмерный запараметр ввести единицу на v, единица на v, потому что сама функция ферми-желесного взаимодействия она пропорциональна обратно к пропорциональному объему. И связано это... Понять это можно так, что, поскольку это, как бы, вероятность взаимодействия частиц, так, она определяется отношением объёма взаимодействия к объёму системы. Объём взаимодействия это как-то действующая сила у вас. Это, вот, будет что-то связанное с расстоянием между частицами, как бы говоря. А объём взаимодействия, объём оставшихся должен быть вывел. Так что вот эта сама функция приближительного взаимодействия должна быть обратной к основным объемом, где здесь это и тоже будет написать. Так что безразмерный порядок у нас возникнет. Тогда вот здесь возникает так. Пардон, не знаменатель, а верховый. Тогда вот здесь тоже возникнет. Подставляем вот это же сюда. Ну, во-первых, вот здесь опять сокращаем. Сокращаем вот это пи, пи квадрат на штуку, пи квадрат на штуку, пи квадрат на штуку. И в знаменателе то же самое. В знаменателе пи квадрат на штуку. Так что вот это вот всё. Вот это вот всё. В нашем варианте это минус идиница, потому что вот это, в принципе, минус, который у нас остается. И гамма получается наше уравнение вот такое. И гамма 0, вот если продолжить, то оно будет равно, значит, минус, минус, идиница минус, плюс, с пополам, угарить, с минус, единица, с плюс, единица. Вот это гамма 0, наше уравнение. Так, сейчас мы будем ложить этот знак единия. Так, значит, вот подставляем, что с ним? Подставляем дисперсионное уравнение. Вот он. Вот дисперсионное уравнение. Значит, единица плюс амма. А здесь минус единица, да? Минус единица, единица плюс. И основного алгоритма с минус единица, с плюс единица. Вот ну. Или, так, давайте я напишу так, единица минус амма. Должна быть плюс. Так. Сколько я понимаю. Должна быть плюс. Хотя сейчас посмотрим. Значит, вот так. Единица плюс с пополам. Логарифм с минус единица на с плюс единица. Равно, значит, единица, девятая на амма. Единица девятая на амма. Логарифм с минус единица. Значит, значит, знак у нас вообще-то вероятен, что это минус единицы не должно быть. Вот это будет Могилевский лиц, и должен быть сейчас. Посмотрим, где Могилевский лиц. Где Могилевский лиц? Так, значит, Побег правильно ли я написал, да? Побег правильно ли я написал, здесь будет плюс соединится, минус соединится. Если будет минус соединится, так, я вам поделаю, это будет минус соединится на 0, и перевести эту часть. Вот это все правильно. Так, теперь, дальше. Я хочу перенести, это минус соединится тоже. Минус соединится, перенести. Вы не слышали, что именно на половину. Плюс соединится. Плюс соединится. Плюс соединится, это вот. Единица минус соединится на 0. Это будет плюс, насколько я понимаю. Так, смотрим, где мы могли решиться, вот при вычислении вот этого ингредиента. Значит, здесь у нас, вот так, заветно минус 1. Это мы получаем минус 2, так. Значит, здесь мы получаем минус 2. Это минус 2, так. Это минус 3, так. Это минус 3, так. И вопрос вводим, как мне надо. Минус 3, так. Минус 3, так. Минус 3, так. Ну, я там поменял знак, но у меня получился алгоритм с минусом. Всё было как-то нормально. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот она, f от s, вот эта левая часть, f от s. При s равном нюн, это 1. Дальше. При s равном 1, это бесконечности. Это 1. При s, стремящемся к бесконечности, кстати, при s, стремящемся к бесконечности, надо поделить на s, вот здесь. Здесь будет 1 плюс 1 на s, а здесь 1 минус 1 на s. Разлагаем по 1 на s, и вклады нелегов в порядке сокращаются, а следующая непропорциональная 1 на s. Так, и два таких вклада. И они в точности компенсируют вот эту s пополам, будет 1. Так что вот так вот. Вот здесь будет вот так вот. Так, вот эта левая часть, а правая часть вот она. При положительных а 0. При положительных а 0, что будет? При положительных а 0, это больше 1. Вот она, правая часть. Вот два решения. Дальше. При отрицательных а 0. Если а 0 больше минус 1 по 0, то есть меньше, чем минус 1. Вот это, значит, а 0 больше 0. Если а 0, значит, первое значение, а 0 больше 0. Второе значение, а 0 меньше, чем минус 1. Тогда вот это отрицательное число помогло меньше 1. Так что положительные величина, но меньше 1. Так, то есть это вот здесь. Так, это, значит, а 0 меньше минус 1. Вот здесь. Решение есть вот здесь. Ну и теперь, третий случай. Это когда а 0 меньше 0, но больше минус 1. Вот здесь мы опросим а 0. Там три области. Вот это 0, значит, положительные. Потом вот здесь минус 1. И вот эта область. Вот это у нас первая. Это вторая. Это вторая. Это первая. А это третья. А, вернее... Какое? Да, вот это третья. Так вот, третий в области вот здесь вот. А ну, меньше, например, больше минус 1. Здесь решение вообще нет. Вот здесь есть решение, вот здесь есть. Значит, строим такие решения, чтобы... Можно их построить, построить кориды, попытаться. Но я не буду это делать. Там в каких-то приближениях можно до реки построить. Я хочу постепенно рисовать другого. К-омега. Вот у нас есть С равно единице. Это вот это. Это С равно единице. То есть омега в одном к на рефе. Вот там пропорционно 1 к. Значит, или плохо. Значит, вот эта область, вообще-то говоря. Это область, где вот то, что мы в прошлый раз рассматривали, называли такими одночастичными возбуждениями. Как? Как? Это область, где существует одночастичное возбуждение. Мы одну частицу перевели из поверхности фермы наружу. Оказывается, что она движется не как полная частица, а как отдельная частица. Вот такого типа возбуждения вот здесь. Вот в этом смысле эти состояния должны быть затухающими. По крайней мере, здесь. Вот это вообще оказывается неустойчивым состоянием. Потому что единица плюс ноль должно быть больше нуля. Мы видели, что условия устойчивости у нас должно быть единица плюс ноль больше нуля. Устойчивое состояние у нас в нашей модели, просто на модели, где единица плюс ноль больше нуля. Соноль больше минус единицы. Потому что вот это вообще неустойчивое решение. Вот здесь два решения. Одно из них – это то, которое попадает вот сюда, и не может распадаться вот на эти одночастичные возбуждения. А второе – это то, которое ближе вот здесь, больше нуля. В этом случае s, как мы видим, больше единицы. То есть фазовая скорость, больше скорости фермы. То есть это вот где-то вот здесь лежащая, так сказать, кусок дисперсионной кривой, которую я условно нарисовал. Можно всю дисперсионную кривую построить, вот она вот такая. Более того можно найти какое-то волнение, там все из этого волнения, или там прямо это все поставить. Ну вот какой-то кусок я нарисовал. Так что решение такое возможно. Так что коллективное переплание в такой ферме жидкости возможно. То, что мы рассмотрели, это самый простой тип колебаний. Что колеблется при этом? Колеблется вот эта величина, вот у нас уровня. Вот она, на котором мы писали дисперсионную роль. Колеблется вот эта величина и 0. И 0, 0 это что? И 0, 0. Это у нас сумма по П, дельта П, П. А дальше стояла полиномный жанр, там на Е в степени. То есть дальше стоит П, 0, 0, от косинус тета. И, значит, Е в степени И, 0, И. Вот это все просто будет. Это все, это единицы. Так что это не просто сумма по П, дельта П. Это просто плотность числа частиц. Дельта П. Колеблется плотность числа частиц. Когда колеблется плотность системы, то это вообще, так говоря, звук. Ну, просто и такой продлойный звук в обычной, так казалось. Тот же звук, как в обычном ГАЗе, допустим. Так что вот это, в чем отличие от ГАЗа? В принципе, в ГАЗе колебания передаются за счет чего? За счет столкновений. Мы говорим, возникает какое-то уплотнение, оно передается дальше за счет столкновений. Вот это то, что обычно называют как бы геом. А вот это то, что получилось здесь, у нас никаких столкновений нет. То есть взаимодействие, звук, вот эти колебания полностью передаются за счет взаимодействия. Такого типа возбуждения называются нулевым звуком. Вот с первого. Я пробовал там, где названо нулевым звуком. Вот это то, что я назвал, это нулевой звук. Звук без столкновений. Столкновение не подводит, а передача взаимодействия, взаимодействия. То есть для того, чтобы такой звук существовал, вообще наговорят должны, чтобы вот это, а мозг был в площади больше нужно. Тогда в такой системе возможно существование каких-то возбуждений с такими законами дисперсии. Так что вот это значит то, что я хотел закончить просто это еще. Так. Вот эти, то есть то, что мы рассмотрели. Мы можем рассмотреть теперь другие колебания. Там с другими, вот не едино, но в катаре взаимодействии соответствующие мультипольные колебания такие. Там можно найти мультипольные колебания такие. И речки, и так далее. Все можно рассмотреть здесь. Но это будет определяться опять, будет опять существование этих колебаний. будет налагать определенные условия на коэффициент, вот параметры, верно-жидностного взаимодействия. Там не только оно, там, а один будет задействован, два, там и так далее. Вот. Но поскольку они реально в таких существующих системах убывают, то я бы на этом останавливаться не буду, я бы показал то, что возможно вот такое. Вот на этом, с этой частью, как бы по простому, вот этой простым изложением теории фирмы жидкости, я хотел бы закончить. Мы рассмотрели равновесные смысла, что такое вообще там принципы теории фирмы жидкости. Дальше мы рассмотрели равновесные свойства. Не все, конечно, а нет. Просто вот там сжимаемость, эффективную массу, там, мы про эту двоемкость поговорили, про какой-то модуль, ну вот, сжимаемость, модуль фругости. Вот. И второе, мы рассмотрели коллективное возбуждение, которые показали, что возможно существование никакого звука. Дальше. Я еще, чтобы закончить вот с новым звуком, еще одну вещь, о чем надо объяснить. При поднашем рассмотрении мы вообще-то предопустили одну ошибку. Так. Не точно. Про которого я, естественно, помню, но сознательно его опустил, чтобы вот сначала рассказать это, а потом сказать, где была особенность. Особенность была следующая. Вот. Вот. Когда я вот сейчас выходил, и я не мог делать, я там ошиблась, мы вот на эту штуку поделили, так сказать? Мы поделили на эту штуку. Вообще говоря, это молчаливо предполагает, что нам считали, что вот это мы выбирали. Так. Поэтому вот это поделили и, так сказать, все делали. На самом деле, и потом интегрировали, концерт полюсом и все прочее, и все. На самом деле, у нас, ну, во-первых, нужно договориться, если у нас только интеграл с полюсом, то мы должны договориться, как его вычислять. Так. Потому что в обычном смысле он расходится. Так. И, так сказать, не существует. Поэтому мы не должны понять, как вычислять эту штуку. Мы на это внимание не обращали, вычислили вот там логарифм и сергалочек. Написали. В действительности у нас нет новых этого нуля, если вы по-хорошему так говорите. То, на самом деле, у нас есть интеграл с полюсом, который в самом простом варианте, ну, вот такой. Вот. Значит, интеграл с полюсом, который стоит в правой части, это минус дельта иерус. Но там. Так. Тут или дельта иерус. Для нас пока не о чём, в принципе. Значит, это приводит к тому, что у нас было минус и омега дельта иерус. И, а в правой части, ну, что же ещё? А здесь в правой части минус единица нотала дельта. Это можно записать так, как минус и омега. А здесь тогда будет что? Мы минус и вынесем, перенесём сюда. Это будет плюс, да, тогда. Плюс и, минус и омега. Плюс и нотала. Плюс и нотала. Вот такая штука у нас будет. То есть, частота заменится в 1-другой, чтобы под 4-другой. Так. И мы вот эту тауну устремляем к бесконечности, чтобы это всё устремилось к нотру. То есть, на самом деле, мы больше не хотели. При этом, интегрируем вот в эту нотру. Ну, по х, по оси нотру тета, да. Интегрируем по оси нотру тета. Но вдоль этой нотру у нас возникает особенность. При тауну, при устремлении тауну. На нотру интегрируем возникает особенность. Вот мы интегрировали по вещественности. Как вот у нас возникал интеграл х, х, а здесь было вот это омега на х в х минус х. Вот у нас, как у нас интегрировали. Но на самом деле здесь стоит омега плюс и нотала. И, значит, интеграл по вещественно-переменной, но есть полюс на скомплексной конскости. И этот полюс, при стремлении тауну, он выходит на мозг и нотру. Ну, как в этом случае поступать, известно, наверное, у вас в разных курсах фигуре. Что нужно было? Вычиты считать. Что? Вычиты считать в полюсе. Ну, вообще говоря, нужно вычиты считать. Если бы особенность была внутри контура интегрирования, то тогда мы вычиты. А если выходит на контура интегрирования, то там, значит, ну, как говорят, полувычер срабатывает. Или как там есть... Другие ссылаются на, так сказать, способ ландового вычисления таких интегралов. Ну, а на самом деле давно есть в математике хорошие формулы Сахотского, так называемые формулы Сахотского примеря. Знаете? Какие еще раз? Комплексы. Комплексы. Вот. Это как раз вычисляет случаи, когда форекс выходит на контура интегрирования. Форекс выходит на контура интегрирования. Значит, вот здесь фактически возникает интеграл КВ. В основном здесь америки веществ КВ на Х. И вот здесь будет плюс И на Т. И вот это вообще стремится к нулю. Так. Как вычислять интеграл от Х минус И веществ КВ, то это будет важное значение, если интеграл делится на Х, так, ну, если это здесь минус, то здесь плюс И на веществ КВ. Вот. То есть, возникает вот такая, если бы был вычет, то вы вычете бы возникнуть два пи на вычет просто. А здесь возникает вот как бы половина вычета, которая связана с тем, что вот у нас скорость, который вышел на контура интегрирования. Ну, либо его нужно поднять, а потом переходить к пределу, либо если он здесь, то вот по способу, надо обходить сверху или снизу, в зависимости от того, какой вклад вы хотите получить, так и нужно обходить. Вот. Это все сводится примерно к одному в конце концов, к использованию, строго говоря, формы Сахарского принципа. Так. Вот это форма Сахарского примеря. К чему она приведет? Вот назад первый раз вот это должно быть. Так. Это приведет, вообще говоря, к тому, что в нашей кухне гамме, в которой мы не числа, у вас будет под интегралом Х будет стоять еще вот такая штука. пи, пи, интеграл по Х, дельта от омега минус КВ на КВ на Х. Вот так. Омега минус КВ на Х. Вот такой из правов. Это минус КВ на Х. Ну, если делить и поделить на КВ, выделить множество, то вот здесь будет омега на КВ. в конце концов, заменится, конечно же, понятно как. Так что вот это будет то, что у нас было назначено Х. И видно, что этот флан будет нелуменнее. Тогда, когда аргумент этой функции будет обращаться, ну, внутри пределов категории. То есть, когда вот эта штука, С будет, С должно быть меньше, чем единиц, так по мысу. Вес должно быть меньше, чем с единиц. Ну, у нас здесь много не так важно, сколько амега, мы считаем положительным здесь. Так что омега на КВ должно быть меньше единиц. Омега должно быть меньше КВ на КВ. Вот тогда будет мнимый вклад в эту букву гамму. Соответственно, мнимый вклад в чистоту он получится там отрицать. То есть, чистота получится вот так вот. Частота, которая у нас была, минус и омега-два штриха. Где омега-два штриха будет положительным. Тогда понимаешь, что у нас зависимость от каждого лета от времени. Вот такая вот возникнет, Е в степени минус, омега-два штриха, возникнет вот такое затухание. То есть, на самом деле, вот в этой области, значит, наши волны будут затухать. Это вот как раз та область, которую у меня вы здесь за штрихом. Я с ним еще единиц. Так что в этой области существует специфическое затухание. Бестолкновительное. Бестолкновительное исчезнет. Амега-два устремилась к бесконечнице. А бестолкновительное затухание вот это должно быть. Это специфическое бестолкновительное затухание. Называется оно затуханием Ландауна. Физически в этом варианте оно, понятно, чем может оставаться как возбуждение вот этих одночастичных, возникновение одночастичных возбуждений. В действительности, это затухание, значит, затухание Ландауна впервые было введено в плазму, в предусмотрение с плазменной волны. Плазменные волны вообще-то были предсказаны в каком-то, вообще, летние 30-летние уравнения Ландауна Ласову. Предсказано, что получено, в 38-м лет году, Ласову, это Конотолий Александров-Ласов, знаменитый уравнен, бестолкновительный плазмен, полученный. Но он как раз пропустил вот это затухание для плазменных волны. И это было сделано только Ландау в 46-м, примерно, в году впервые было сделано, показано, что такое затухание действительно есть, и оно в плазме играет, вообще-то, прям, очень большой роль. Значит, трактовка его, вообще-то, разная может быть, но на самом деле, откуда происходит, понять можно вот, каким образом. это затухание, потому что это затухание возникает тогда, когда фазовая скорость волны становится меньше феркуста. Фазовая скорость волны становится меньше феркуста. Вот тогда возникает затухание Ланда. Значит, сводится она уже следующее, что, если волна движется со скоростью, если частица движется со скоростью меньше фазовой скорости волны, то тогда энергия начинает перекачиваться от волны к этой частице. Так? Если частица движется со скоростью большей скорости волны, то тогда энергия перекачивается от частиц к волне, наоборот. Так? То есть волна разгоняется, значит, усиливается. Усиливается. А если частицы движутся со скоростью меньше скорости волны, меньше фазовой скорости волны, то тогда, наоборот, волна отдает энергию, частицы ускоряются, а волна при этом затухает. Вот это и есть затухание Ланда. Вы, конечно, спросите меня, почему, как говорится, затухает, а наоборот, не ускоряется? На самом деле причина простая. Потому что распределение частиц спадающее. Вот в обычной плазме горячей, там просто обычное распределение по скоростям такое, и там действительно частицы со скоростью, то есть фазовой скорость волны, то частицы со скоростью меньше скорости волны всегда больше, чем частицы со скоростью большей фазовой скорости волны. Это скорость падающей распределения. Поэтому всегда затухает. Вот это затухание Ланда. У нас есть совсем то, потому что у нас еще и по всему фермиевской системе. У нас вот фермиевское распределение, а вот распределение этих частиц по энергии. Ну и по скоростям фермиевским можно рисовать такое. Так вот, если фразовая скорость волны попадает сюда, то тоже у нас частицы, движущиеся со скоростью меньше скорости волны, и как бы больше, чем частицы со скоростью больше скорости волны. Поэтому возникает затухание. Это эффект, вообще-то, в каком-то смысле, обратный эффект черенков. Когда частицы, движущиеся в среде со скоростью больше фазовой скорости света в среде, она, так сказать, порождает волну. Излучает электромагнитные волны. Это вот есть излучение вавилово-черенково. Так вот здесь эффект обратный. Обратный эффект вавилово-черенково и, так сказать, спадающее распределение частиц. Поэтому затухание частиц. То есть затухание волны возникает. Вот такое пристолкновение, блядь, что интересно. Что у нас система не связана с какими-то там столкновениями. И еще, чем обычно с другими средствами. А так вот это что называется? Вот это есть такая вещь, как пристолкновение волны. Значит, ну вот оно было действительно в плазме предсказано Монондау. И это, так сказать, подавалось как большой площадь в Ласово. Хотя в Ласово, конечно, гигант просто прежде всего, потому что он предложил бесстолкновение в Ласово. В Ласово, который, так сказать, не называется всегда. Но у него там были большие противореческие академии, но поэтому это как-то не очень плажает всегда. Наши отечественные универаторы, так сказать. Ну, в том числе вот из-за этого сезонарка Монона. Вот такая вещь, что вот здесь есть область, где волны не распространяются за счет вот этого сильно бесстолкновительного обращения фирменской системы. Ну, и эта вещь, вообще-то говоря, во многих других, так сказать, встречается. И, значит, чтобы избавиться от задухания Монона, то нужно как-то, так сказать, что-то специально придумывать или в каких-то экзотических случаях. Бывает экзотические случаи, когда там в этой роли заявляются такие окна, прозрачность, различные. Так, я хочу еще другое сказать. Когда в плазме можно... Можно ли в плазме создать распределение искусственно? Частиц такое, которое имеет вообще нарастающий участок. Он не просто спадающий, а вот кучок частиц загоняется, который, так сказать, максимум. Тогда вот на этом участке, если фазовая скорость попадает сюда, в волну, то тогда, значит, здесь происходит следующее. Частица со скоростью меньше скорости волны и тогда, так сказать, вообще говоря, должна волна абсолютно нарастать, для спасительности этой неустойчивости. Вот это один из вариантов этого пушкового неустойчивости. Классно. Так. И там играет важнейшая роль, потому что именно благодаря этой гражданной неустойчивости он трудно добиться вот этой управляемой термарикой реакции. Что он не прогреется, он должен держать это рядом. Вот одна из этих устойчивостей, это вот эта. Так. Это первое. Теперь второе. Можно таким образом ускорять частицы. Потому что теперь волна перекачивает энергию вот к этим частицам. И можно таким образом ускорять частицы. То есть можно, запуская волну со скоростью, больше скорости движения частиц в пучке, в этом же пучок, можно ускорять таким образом частицы. На самом деле это тоже известно. Это ускоритель, так называемый ускоритель Экспера, который был Экспером предложен и реализован был такой, в каких-то специальных случаях. Это ускоритель частиц с помощью, так сказать, волны. Ускорение частиц. Это тоже с этим же эффектом связано. Вот поэтому я про него хотел рассказать заодно, так сказать. А главное, что вот здесь мы получили область затухающих решений. Вот оно. Затухающее решение в этой области. Вообще говоря, если смотреть вот здесь где-то здесь решение, то есть если смотреть просто рассеяние частиц на таких возбуждениях, то это должна быть некая вот такая вот, весьма широкая какая-то зона рассеяния. Вот это. Так? И вот эта волна, это вот здесь ускоритель, который соответствует волну. Но вот эта зона, она тоже не отнародна. Там, где вот тут есть вот это решение проходит, там должен быть тоже какой-то максимум. И, в принципе, он может быть в разных условиях, добиться так, что он все-таки такой здесь измеримой величиной. А вот дисперсионную кривую, в основном, в принципе, можно измерять в разными способами. Ну, трудно, конечно, измерять. Лучше каким-то резонансным способом. Но если они не прямые способы, например, рассеяние свет, рассеяние нейтронов, он позволяет и частоту измерить, и к измерить. И просто, вот, по точному, вообще, как в мере дисперсионную кривую, и здесь рассеять. То есть, вот эту штуку, это я не помню. Вот там, где есть вот это решение проходит, вот в эту область, вот в этой области, так проходит решение. Там, в общем-то, это уже будет максимум. Такой вид он умеет и прочее. Это нужно каждый раз рассчитывать. Но, в принципе, можно. Вот, на этом я с фатерной частью действительно закончил. Следующее, что я хотел бы рассказать, но это, видимо, в следующий раз, тогда я вам расскажу. Это, значит, учет спинного степени айс-моркута. Потому что до сих пор мы рассматриваем простую систему. У нас фермерские частицы, но все, конечно, по спину, спин никак не появляется. На самом деле, у нас есть всегда, так сказать, эти частицы обладают спину, просто потому что они фермерские даже. Так. У них есть, так сказать, какой-то спин такой. Полуцелу. Да? Обязательно. И в этом смысле они всегда, эта система всегда, так сказать, квантовая, по крайней мере, сейчас спина. Мы с вами рассматриваем квазикластический. Мы вводили функции распределения, в том числе даже, да, вот этих элементов переноса, когда фиксировали циклусы, координаты одновременно. То есть до такого, ну, такого, такого, квазикластического описания. А от спина требовалось одно, чтобы функции распределения была фермер. А на самом деле, есть еще спина, и свобода, и свобода, и свобода тоже, к чему это приводит. И такая система обладает, такое вот, магнитное поле, реакция за магнитное поле 910已经 просто благодаря тому, что со спиной всегда связан магнитный момент. Есть еще парамагнитные реакции всегда. Есть и другая реакция. Если частицы были заряжкой, да было бы еще ни магнитной реакции. А здесь единственная реакция взаимодействия с полем это взаимодействие за счет того, что есть спинный момент а с ним связан магнитным��. И они могут реагировать на поле, будет отличная от нуля магнитная восприимчивость и на поле. Вот я про это хотел бы еще коротко рассказать, и потом это в следующий раз очень коротко. По аналогии с этим, я не буду вычислять даже, потому что не это у меня задача, как я считаю, научить вас всему там подробно вычислять все, рассказать про то, как это делается, какие тут результаты есть, когда потребуется, если это вычислить, все в общем-то довольно просто. Кстати, иногда громкость, но иногда громкость. Так, вот. Поэтому я так вот по аналогии с этим, расскажу, что вы поскинули сеть несвободы. И второе, то, что я хочу в следующий раз тогда рассказать, это было применение все-таки к гео-3. Потому что вся эта наука, вот эта кусок, вообще гео-3 применительно только к гео-3. Нет другой жидкости, в которой это прямуемо применилось. Ну, оказалось, что в целом это, ну, применим, так, гео-3. Тон металлосопринелемый на коробку к ядерной материи, к, значит, к, значит, таким, к протону, уклонной жидкости в ядрах там и так далее. Ну, вот таким экзотическим всяким штукам применим. А сам такой подход в твердом теле, особенно, это подход, который позволяет получать, ну, некие более-менее общие результаты, связанные с своими действиями частиц. Которые должны служить какими-то такими редкими точками на проверке различных впечатлений. Вот-вот, значит, ну, это в следующий раз, когда мы, как применимо к тому, для чего это делается. Перепутели. Что-то, если тут выдавить. Все вперед. Так, следующий там, ну, там, наверное, больше ничего не будет. Вы видите, баха?